всем привет с вами ванделей и это сто тысячная подборка багов секретов и пасхалок игры stalker чистое небо все что вы хотели узнать но боялись спросить сегодняшнем выпуске как уничтожить защиту стрелка не сделав ни единого выстрела по нему какая броня из-за бага вместо того чтобы лечить вас на самом деле вас убивает и почему название костюмов долго на самом деле перепутаны итак начнем мы с очень полезного бага который невероятно поможет вам в прохождении возможно вы замечали что на различных точках имеются ящики с хабаром подразумевается что когда на точку прибывает отряд количество хабара в ящике увеличивается но из-за бага для того чтобы в ящике появились новые ресурсы достаточно сохраниться и загрузиться делаем сейф потом его загружаем и вуаля в ящике появились новые припасы таким образом мы можем просто сохраняться и загружаться до тех пор пока не нафармим огромное количество хабара в одном из таких ящиков ну а после забираем все нужное себе друг яра тело которого мы находим по квесту в нулевой не пропатчены версии по ошибке принадлежал к технической группировке арены после того как мы помогли яру разговор с ним начинается с реплики пока прощаемся с яром и разговору не заканчивается вместо этого появляется список тем для беседы в одном из прошлых роликов я рассказывал что если мы прокачаем прицел гп-37 то после сохранения и загрузки сейфа этот апгрейд сбросится так вот оказалось что то же самое касается и ft 200м и к сожалению его прицел тоже сбрасывается до стандартного всего после одной загрузки очень странные метаморфозы произошли с костюмом psz 9d броня долга в чистом небе зачем-то это название отдали новой броне а прежний костюм psz 9d переименовали в ps5m универсальная защита во-первых из-за этого возникает путаница и получается нет определенного канона как какой костюм называть а во-вторых если сравнить название то станет понятно что кто-то решил будто psz это ps3 и поэтому новое название костюма стала ps5 но нет в оригинале это не цифра это именно буква z наверняка это еще и как-нибудь расшифровывается что-нибудь по типу персональной защиты боже мой чен за что-то так с нами кроме этого зритель канала комбайчук обратил внимание что название этих костюмов могут быть банально перепутаны дело в том что в описании костюма ps5 сказано что это современная модель с хорошей защитой от аномалий хотя на самом деле у этого костюма плохая защита от аномалий в то время как в описании переделанного армейского бронежилета наоборот написано что это ранняя модель без аномальной защиты хотя у этого костюма защита от аномалии как раз таки есть к тому же именно данный костюм производит впечатление более современной модели то есть описание костюмов явно перепутаны а если предположить что перепутали и название то это как раз таки может объяснить почему костюм psz перестал им быть что интересно в зови припяти ситуацию частично исправили стандартная броня долго теперь действительно защищает от аномалий в это время долговский булат как имел защиту от аномалий так по-прежнему и и имеет однако в описании все еще написано что защиту от аномальных воздействий он почти не обеспечивает хотя это не так таким образом описание и характеристики стандартного костюма теперь не противоречат друг другу а вот между описанием и характеристиками долговского булата все еще есть противоречие очень странный баг связан с костюмом сева когда на главном герое надет этот костюм мы не можем перетаскивать трупы причем ни с каким другим костюмом такого бага нет так что очень странно впрочем это не так страшно по сравнению со следующим багом у экзоскелета свободы которые мы получаем за взятие базы долга есть два апгрейда на восстановление здоровья и вот один из них вместо того чтобы восстанавливать здоровье усиливает кровотечение в этом можно убедиться самостоятельно получаем ранение и наблюдаем с какой скоростью у глав героя уменьшается здоровье затем лечимся и теперь надеваем экзоскелет свободы с тем самым апгрейдом получаем тоже ранение и видим что здоровье уменьшается куда быстрее и спустя время одного бинта для лечения может уже не хватить так что если вдруг кто-то из вас играл в чистое небо с прокачанным экзоскелетом свободы то у меня для вас плохие новости яр а точнее разработчики явно что-то напутали данный факт честно подсмотрен на stalker вики zone chronicles вернемся к нашим любимым заданием из серии вернуть предмет с ними связан следующий баг допустим вы взяли задание на не уникальный предмет например пачку патронов и допустим она у вас уже есть нужно ли идти в указанное по квесту место или можно просто отдать свою пачку все намного хуже вам придется отдать свой предмет но если у вас несколько таких пачек патронов то придется отдать их все или например вы взяли квест на артефакт а у вас таких уже две штуки чтобы квест выполнился придется отдать оба артефакта правда этого бага можно избежать для этого перед взятием задания выбрасываем все лишние предметы и оставляем рюкзаке только один знаете ли вы что все командиры чистого неба в лиманске могут чинить вашу броню и оружие это очень полезная возможность впрочем персонажей все еще требуют денег которых вам может не хватить обратите внимание на наемника в лиманске после того как мы разобрались с бандитами этот персонаж попросту умирает по скрипту что можно увидеть если находиться рядом знаете ли вы что в конце лиманска совсем не обязательно отключать генератор бьющий током забору можно пройти использовав несколько аптечек и все мы у перехода в госпиталь а чистонебовцы разберутся как-нибудь сами очень странный баг таится в самом конце игры возможно вы помните что иногда стрелок проваливается под теплотрассу так вот именно в этом месте все вокруг реагирует на нашу стрельбу из гаусса причем неважно провалился сюда стрелок или же он наверху просто спускаемся сюда и начинаем стрелять по опорам по вертолету по земле и все защита стрелка будет уменьшаться таким образом можно пройти финальный квест вообще не выцеливая стрелка вот такой загадочный баг также очень забавно обнаружить что финальный выброс файлах игры разработчики обозначили как армагедец и теперь мы точно знаем что произошло в финале игры за взятие базы долга на стороне свободы мы получаем в том числе прокачанный вальтер который на самом деле является уникальным оружием например мы можем продавать его нпс причем за полную стоимость для сравнения вот еще один вальтер прокаченный точно так же однако его нпс не покупают а вот полученный в награду без проблем также обращаю ваше внимание что войне группировок не стоит спешить например я захватил базу долга еще до того как получил такое задание в итоге война засчиталась пройденной но финальную награду я не получил она появилась у торговца только после того как бойцы долга заново заспоунились на своей базе и я снова ее отбил кстати когда долговцы отбивают базу свободовец по рации говорит что бойцы прилетели на вертушках окей я все понимаю у долга связи с военными но простите где находятся целые мифические казармы долга из которых военные так любезно могут перебросить отряды аж на агропром в общем десантирование долга на вертолетах звучит как бред тем более в приквеле когда группировка наоборот должна еще только развиваться подписчик никита росляков обратил внимание на опечатку в описании тайника электрощит на свалке вместо слова хабар здесь написано хабра интересный факт из всех группировок только бандитом и ренегатом прописан крик во время гибели в аномалии в госпитале после уничтожения снайпера и пулеметчика попробуйте поговорить с командиром отряда на удивление он будет приветствовать вас на болотах а также давать советы как именно на этих самых болотах выживать наконец товарищ пират обратил мое внимание на следующий ляп на военных складах со времен тачи переместили костер по ошибке или нет однако пятно от костра осталось на прежнем месте и на этом сегодняшний ролик подошел концу если вам было интересно то обязательно посмотрите мои предыдущие ролики ссылки на плейлисты сейчас появятся на экране а с вами был ванделей спасибо за просмотр и увидимся в следующих роликах